В студии Татьяна Голубева в ближайшие 10 минут Я и мои коллеги расскажем о некоторых заметных событиях этого дня Смотрите в выпуске В зоне риска вода в Аби в районе Барнаула за сутки выросла почти на 90 сантиметров Телефоны в сторону, включаем голову Сегодня выпускники школ сдают первые ЕГЭ Борьба не кошельков, а реакции пилота на старте Местный рекорд это трасса 9.003, десятитысячный Пока я Владислав Кащеев в город Томск поставил Самые быстрые автомобили Сибири состязались в дрэкрейсинге В зоне риска вода в Аби в районе Барнаула продолжает прибывать Только за один день уровень поднялся почти на 100 сантиметров Правда до критической отметки еще больше метра Между тем в Бийске и Сростках спасатели региона зафиксировали значительный спад воды Отступила она в Черышском и Солонешинском районах Которые традиционно первыми оказались под ударом стихии По информации МЧС на сегодня нет ни одного подтопленного дома В целом же поводок, отмечают ведомстве, проходит в спокойном режиме Сейчас идет так называемая вторая волна Традиционно в это время тают ледники в верховьях горных рек в соседней республике Алтай Спасатели по-прежнему держат ситуацию с паводкой и обстановкой на контроле В этом случае контроль тоже не помешает И прежде всего над своими эмоциями Сегодня у выпускников школ начались первые единые государственные экзамены 11-классники сдают географию и литературу Всего же в Алтайском крае итоговую аттестацию пройдет почти 13 тысяч человек Только в Барнауле работает 19 пунктов приема экзаменов К слову, всего на территории города 85 школ В ближайшую среду выпускники будут писать математику, базовые или профильные уровни на выбор 31 мая историю химию Определены и резервные дни для сдачи ЕГЭ с 17 июня по 1 июля Резервные дни у нас касаются тех ребят, которые на сегодняшний день не попадают в те сроки основных экзаменов Например, география, литература Мне нужно сдать и тот, и другой предмет Если я сдаю географию, значит литературу я буду сдавать в резервный день Ну или наоборот Кроме того, в резервный день можно будет сдать базовую математику тем, кто написал в основной день профильную на неудовлетворительно Вот такое новшество в этом году Впервые в этом году в списке иностранных языков появился китайский Правда, сдают его единицы Результаты итоговой аттестации можно узнать на сайте ЕГЭ На проверку и обработку данных комиссия отводится 3 дня с момента написания экзамена Ну а накануне в школах края прозвенел последний звонок Колокольчики, ленты, цветы и запущенные в небо воздушные шары Наши корреспонденты стали свидетелями прощания выпускников со школой Где-то в небо летят воздушные шары Здесь вверх подбрасывают фуражки Так прощаются со школой летной Поздравляем вас! Воскресенье! Ура! Лица выпускников меняются на глазах Вчерашние школьники сегодня уже взрослые и уверенные в себе молодые люди Никита Марухин с детства знал, кем станет в будущем Для него выпускной – это отправная точка в профессию С детства я мечтал связать свою карьеру с авиацией И в конце 9 класса я начал подбирать вузы, куда мне поступать И мой взгляд пал именно на Барнаульскую школу-интернат Так как она уже не первое время выпускает достойных людей В Краснодарское, высшее военное Именно почему я выбрал не гражданскую стезю, а военную Потому что служба Родине – это превыше всего Последний звонок важен не только для выпускников, но и для педагогов Конечно же, родителей свои эмоции они не скрывают Радостно, приятно, большая гордость, конечно Слезы счастья и грусть расставания – вот что объединило 25 мая почти 700 школ края Исключением не стала и 45-я Барнаульская гимназия Здесь провожал выпускников во взрослую жизнь министр образования Главная задача наших выпускников и, соответственно, наша тоже работа Подготовить их к хорошей сдаче итоговой аттестации То есть создать все условия и в общем образовании, и в дополнительном образовании Чтобы они у нас получили наивысшие баллы на итоговой аттестации Либо предварительно в 10-м, в 11-м классе участвовали во множестве олимпиад Которые входят в перечень Министерства просвещения И получали право и возможность поступать в лучшие вузы нашей страны К слову, ответственность за все, что еще предстоит Осознают и сами выпускники Впереди сдача ЕГЭ и поступление в вуз Это был трудный эмоциональный день Мы хотим пожелать всем выпускникам, чтобы они поступили и пошли работать туда, куда они хотят А не туда, куда их заставляют идти Вот, и удачи всем Да, хороших вариантов на экзаменах, удачной сдачи ЕГЭ А главное – здоровья Запустить в небо воздушный шар – заветное желание исполнено Никита Марухин – выпускник летной школы Дарина – выпускница 45-й гимназии А также тысячи других школьников России и Алтайского края Стали еще на один шаг ближе к своей мечте и к взрослой жизни Остается лишь пожелать им удачи на этом долгом и интересном пути Елена Кузовкина, Антон Васильев, Алексей Фризин, Андрей Печоркин – День с толком К другим темам Она спасла детей от гибели ценой своей жизни 36-летняя женщина буквально бросилась под фуру, которая летела на ее автомобиль, припаркованный на трассе На заднем сидении в машине находились дети Когда мать увидела, что большой груз несется на большой скорости А водитель из-за дыма от горящей травы не видит легковушку Бросилась ему навстречу и, можно сказать, своим телом смягчила удар Сама погибла на месте – дети живы Это произошло на трассе Барнау-Рубцовск А накануне в Бийске погиб мужчина Он двигался на автомобиле отечественной марки и не справился с управлением Вылетел на обочину и врезался в дерево Напомним, пару недель назад произошла подобная трагедия недалеко от Бийска Молодая женщина, находясь за рулем российского ВАЗа, врезалась в дерево и тоже погибла Продолжим Разве что не взлетали Это тоже об автомобилях Самые быстрые авто Сибири в выходные собрались на заброшенном алтайском аэродроме Панфилова Эта трасса стала уже классической для состязаний в дрэк-рейсинге – гонках на короткие дистанции по прямой среди любителей С подробностями Андрей Треер Едут быстро, но недалеко – всего 402 метра – классическая дистанция дрэк-рейсинга Это ровно четверть мили традиции из Америки, где этот автоспорт и зародился На взлетной полосе аэродрома Панфилова пилоты неофициально соревнуются уже с 2003 года Рекорд России по дрэк-рейсингу на 2016 год поставлен 6,3 секунды А вот наши местные как-то приближаются к этому рекорду У нас местный рекорд этой трассы 9,003, десятитысячный Пока Владислав Кащеев в город Томск поставил Пока мы его не победили Но опыты ведутся Жгут резину на открытии сезона 58 участников со всей Сибири Плюс представители Казахстана Участвуют все – от прокачанных шестерок до спортивных иномарок Классический дрэкстер для дрэк-рейсинга – это гигантские задние колеса Почти велосипедные передние и кленовидный корпус То есть проедешь те самые заветные четверть миль и назад в гараж Конечно, в Барнауле такой роскошь мало, кто себе может позволить Но даже то, что есть, максимально прокачивают Да, это обычные городские авто, которые постоянно тюнингуют для максимально быстрого преодоления 402 метров Есть, конечно, все же уникальные случаи Например, автомобиль Андрея Сердюкова Он готовит его только для дрэк-рейсинга Эта машина даже не имеет права передвигаться по дорогам общего пользования Она имеет спортпаспорт То есть, естественно, все перемещения только на эвакуаторах, автовозах Машина эта уже на автовозе каталась даже в город Грозный На этапы чемпионата России в прошлом году Такой почти самолет, конечно, не соперник отечественным почти дрэкстерам Автомобили тут делятся по группам Поэтому, как говорят организаторы, это борьба не кошельков, а реакции пилота Еще на старте Андрей Дрир, Александр Антропов, День с толком А вот Илья Кочетков предпочел провести день иначе Он побывал на другом конце мира, правда, не покидая Барнаул В Краевой библиотеке имени Шишкова открылась необычная выставка «Терра Камчатка» Посвященная этому далекому и загадочному полуострову Причем выставка не простая, а мультимедийная Четыре этажа библиотеки Шишкова, как четыре этапа восхождения От побережья, от равнин, все выше, по склонам огнедышащих вулканов, за облака и к самому небу Именно так организаторы «Терра Камчатка» постарались передать дух и разнообразие этой необычной земли Камчатка – это действительно огненная земля Очень обо многом говорит то, что это единственное место на земле, где проходит стык трех тектонических плит То есть каждый год на несколько миллиметров, сантиметров эти плиты нанижают друг на друга В общем-то этим и обуславливается такая вот активность Дарья Малицкая – гид-экскурсовод Последние два года водит группы в этот суровый и красивый край Выставка – это сочетание ее фоторабот, а также результатов исследований целого ряда специалистов Так, среди снимков можно увидеть и копии древних наскальных рисунков Ученые объясняют, несмотря на отдаленность территории, одни и те же символы встречаются и у нас на Алтае, и на Дальнем Востоке Например, образ колесницы Колесница, по мнению древних народов, символизировала строение мироздания, деление мира на нижние, средние и верхние миры Поэтому, конечно же, и много это прослеживается в сказках народных, именно северных народов Картинками выставка не ограничивается С помощью специальных QR-кодов можно расширить ее пространство Терра Камчатка – это часть глобального международного проекта мультимедийных экспозиций Цель которого – максимально полно познакомить жителей разных стран и городов с заповедными уголками земли Бранул стал первой пилотной площадкой для проекта Побывать на виртуальной Камчатке горожане смогут до конца июня Илья Кочетков, День с толком Спонсор прогноза погоды – Банк Восточный А какой она будет, узнаете через несколько секунд У меня пока все новости До встречи в вечернем эфире Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok